Добро пожаловать в Алматы, в Казахстан. Женщины весовой категории до 75 килограммов. Еще пока не самое тяжелое, но все уже достаточно серьезно. Большие веса, интереснейшая борьба, все это ожидает нас сегодня. Как обычно, для вас работают комментаторы Алексей Безбородов и Иван Захаревич. Здравствуйте. И режиссер трансляции сегодня Павел Кувшинов. Пока спортсменки делают общую разминку, еще не начинают работать с штангой. Я думаю, эта вставочка была такая уже записанная специально для начала трансляции. На самом деле, наверняка уже должны разминаться девушки. Да, ну, зал достаточно большой и, может быть, какие-то помосты есть, которые мы не видим. Но, тем не менее, да, все меньше и меньше времени остается. До выхода вот этих спортсменок в группе А, в группе сильнейших. Среди них Надежда Евстюхина, наша двукратная чемпионка мира, бронзовый призер олимпийских игр. Ну и очень серьезную конкуренцию ей сегодня составят спортсменки из Северной Кореи. Среди них олимпийская чемпионка Лондона Ри Йонг Сим. Витя Валентин, наша Надя, тоже из Испании, составит хорошую такую конкуренцию в бронзовый призер чемпионата мира. Юэй Хан, спортсменка из Китая. Наталья Прищепа из Молдавии. Француженка Нио Китчаки. Скажем, что это первое соревнование за Францию будут у этой девушки. Спортсменка из Северной Кореи Кимун Ю. Победительница азиатских игр. Хозяйка соревнований Анна Нурмухамбетова. Казахстан. Казахстан уже на этих соревнованиях нас неоднократно удивлял. Помимо явных лидеров, которые ожидаемо показали свои килограммы, несколько сенсаций мы с вами увидели. Представитель Канады Марии Бушамин Надо. Чемпионка Европы Лидия Валентин в том числе. Колумбийка Валуэс Кеста. Самая возрастная сегодня. Последнее десятилетие чемпионов. Видим мы, что последний чемпионат мира закрывает наша Надя. Да, такое доминирование трех стран. Китая, Казахстана и России. Видели мы и Венгрия, и Финляндия. Иногда попадали на первую строчку, но скорее всего это было в отсутствии наших девушек. Либо очень давно, когда тяжелоатлетика только-только набирала обороты. Скажем мы, тяжелоатлетика, вид спорта достаточно молодой. Олимпийские игры, точнее медали олимпийские разыгрываются с 2000 года в женской тяжелоатлетике. Включена была в олимпийскую программу женская тяжелоатлетика с олимпийских игр в Сиднее. Ну и что сказать, достаточно взглянуть на динамику результатов за прошедшие вот эти 14 лет. Например, в супертяжелой весовой категории у девушек 160 нужно было толкать, чтобы становиться олимпийским чемпионом. А сейчас девушки уже подходят в рывке к этому результату. Я не говорю, что они поднимают, хотя на тренировках наверняка кто-то уже это делал. Наверняка поднимают, наверняка. Так, нам показывают лидера, который выступал в группе «Б». Антонио Феррера из Бразилии. 100 килограммов в рывке, 130 в толчке. Сейчас как раз попытка во втором движении на те самые 130 килограммов. Бразилия начинает готовиться к домашней олимпиаде. В супертяжелой категории, в тяжелоатлетике будет у них выступать спортсмен в группе «А». Ну, в других категориях хорошая гибкость демонстрирует спортсменка из Бразилии. Очень рад и тренер. Так, напомним всем. На всякий случай напоминаем вам объявление для тех, кто, может быть, не успеет посмотреть в прямом эфире. В любом случае сможет это сделать на сайте телеканала «Евроспорт» с помощью «Евроспортплеера». Вы получите возможность смотреть три канала «Архив соревнований за 30 дней». И все крупные события в полном объеме будут доступны для вас. Ну, у нас считанные минуты остаются до начала соревнований женщин весовой категории до 75 килограммов. Нам концентрируют внимание на основных претендентах на медали. Надежда Евстюхина, Лидия Валентин. Ну, я думаю, спортсменок из Северной Кореи должны обязательно показать. Ну, они, наверное, являются сегодня все-таки такими основными претендентами именно по результатам показанным. Самая маленькая заявка в сегодняшней категории у спортсменки из Тайпея – Чилиньяо. Она именно на наших экранах сейчас. Достаточно непривычно видеть спортсменок из этой страны, начинающих соревнования в более легких категориях, ближе к концу всегда. Мы их видели в борьбе за медали. Чилиньяо является победителем первенства мира среди юниоров 2012 года. Ну, что ж, соревнования начались и 97 килограммов – маловато, маловато для начала. Видели мы уже даже пару дней назад попытки и на 120 в этом упражнении у девушек. Так, раньше времени вышла спортсменка из Франции на ее кетчанке. Несколько долгие приготовления, не характерные для входа событий. Да, ну, в целом надо отметить высокий уровень организации этого чемпионата мира. Не видели каких-то серьезных ошибок. Все безупречно. И самое главное – зал наполнен зрителями. На каждом крупном старте мы концентрируем на это внимание. Ну, в Казахстане любят тяжелую атлетику. Немного недовольна собою на ее кетчанке. Кстати говоря, если заглядывать в статистику, то все предыдущие старты… Девушка из Франции выступала тогда еще за Камерон. То есть мы наблюдаем самые-самые первые выступления за новую для себя страну. На чемпионате мира в Париже в 2011 году… Да, в 2011 году, когда за Камерун в Кетчанке подняла 100 килограммов в рывке. Чи Линьяо из Тайпея во втором подходе не справилась. Удивительно, у этой девушки лучший результат был показан в 2011 году. 106 килограммов в рывке, 137 в толчке. И после этого никак она не может не то что его улучшить, а даже повторить или приблизиться к таким цифрам. Да, тогда на чемпионате мира среди юниоров она была хорошо готова. Да, проходил он в Макао. Но отмечу, что вес ее был килограммов на 10 больше, чем сейчас. Выступала она наверняка в супертяжелой весовой категории. У юниоров это свыше 69, по-моему, у девушек называется. Лидия Валентин. Решающий подход для Чи Линьяо. В этот раз успешно. Кстати говоря, по поводу зрителей. Сегодня же Ильинов день. Да, в 16.00 по Москве. Всех ждем у своих телевизоров. Будем вместе смотреть. Я думаю, будет на что посмотреть. Ведь действующий чемпион мира в этой весовой категории, Руслан Нарудинов, выйдет так же на помост, как и рекордсмен мира в толчке, Давид Беджанян от России. Ожидается что-то серьезное. Ну и, конечно же, Илья Алиин. Мари-Ив Бешамин Надо из Канады. Бронзовый призер Универсиады в Казани. Так, с ошибки стартует девушка из Канады. Смотрим. Немного впереди нужно было за голову работать. Ну что ж, у Бешамин Надо еще две попытки в запасе, чтобы исправить свои ошибки. И, скорее всего, нет других участников к этому весу, кроме нее. Поэтому двухминутная пауза. Показывают нам напряженные лица спортсменок. Все, так сказать, в преддверии выхода на помост сосредоточены максимально. На стартовые заявки давайте взглянем. Больше всех пожелала заявить сегодня как раз вот эта девушка. 126. Юи Кан сразу 126 килограммов. Это очень много. Китайцы часто используют такую тактику. Они выпускают вперед всех своих соперников, потом корректируют. Но все бывает. Возможно, она действительно сегодня хорошо готова. Чуть далее после китаянки. По, опять же, предварительным стартовым заявкам 123 килограмма у Надежды Евсюхиной. И замыкает тройку самых, ну, скажем, пока что сильных. По заявкам девушка из Северной Кореи. Римьон Сим. Мариев Бишумин-Надо справляется. 102 килограмма достаточно легко. В прошлом году в Польше на чемпионате мира 106 в этом упражнении. Ну, а из таких свежих результатов 110 в рывке на играх Содружества, которые проходили в Глазгах. Надя Ястюхина. Лидия Валентин. Наталья Прищепа из Молдавии. 25-летняя спортсменка. Ее лучшее достижение – медаль в рывке на чемпионате Европы. Стартует Наталья Прищепа сразу, получается, с результата, который на 2 килограмма лучше, чем ее недавний личный рекорд на чемпионате Европы. Смотрим, повторы. Наталья Прищепа до тяжелой атлетики занималась достаточно приличное время дзюдо. Ну, после этого вот попала в штангу и затянула. В общем-то, теперь мы ее видим на чемпионате мира. Ну, неизвестно, в дзюдо удалось бы до такого уровня ей дойти. А так, соревнуется на равных, уже имеет медали с международных стартов. На юкичанке, Франция. В своеобразной манере поднимается штангу на ее. Да, с очень большим запасом, но немного нестабильно. Если поставить как нужно технику, результаты сразу будут иными. В большую сторону, конечно же. Да, согласен, согласен. Девушка перспективная. Анна Нурмухамбетова из Казахстана. 105 килограммов в случае успеха. Первое место. Пока первое место. Неплохой старт. Как-то трибуны поддерживают скромновато. Все предыдущие дни прям... Очень серьезную поддержку оказывали болельщики для своих спортсменов. Может быть, субботнее утро? Не проснулись еще? Затишье перед бурей. Да, скорее всего, тоже одна из причин. Ну, а Анна Нурмухамбетова, чемпионка Азии 2013 года в Лондоне на Олимпийских играх была пятой, правда, в более легкой весовой категории, до 69 килограммов. И лучший рывок у нее 115. Клумбика Валойс Кеста. Ой, да, что это было? Уже встретила ее, уже держала над головой, но решила бросить. Странное решение. Отпрыгнула назад, наверное, на полметра в Лондоне на Олимпийских играх. Отпрыгнула назад. Валойс Кеста имеет лучший рывок 111 килограммов в 2012 году в Лондоне Эти килограммы были показаны Но российские зрители могли наблюдать колумбийку на Кубке Президента в городе Ноябрьск Совсем недавно приезжала она на эти международные соревнования Уже традиционно проводимые в России И показала 104 килограмма в рывке, 130 в толчке В этот раз все точно Ну и еще одна попытка остается у Валойс Кеста Могу я, Нью-Йорк, 46 килограмм, 2nd attack Адаму Хапеева, Азастану 2nd attack Могу я, Нью-Йорк, 46 килограмм, 3rd attack Ну что ж, небольшая пауза у нас возникла Ждем, кого же вызовут на помост Пока выходят спортсмены, которые, наверное, будут распределять места с 5 по 11 в этой весовой категории Ну, такой значительный разрыв в результатах У нас борьба за медали начнется, я думаю, со 115 килограммов С этих весов будет стартовать Рим Йон Сим Северной Кореи и Лидия Валентин Ну, а вот это все будет ниже Это все будет ниже Так, Мари-Ив Бешамин-Надо Пытается на 1 килограмм улучшить свой рывок годичной давности Да, не получилось Закончила 102 Пока 5 место Наталья Прищепа из Молдавии 108 во второй попытке, заявляет Столько же и Анна Нурмухамбетова Из Казахстана Но 107 выходит в своей третьей попытке Француженка Нейю Кетчанке Больше 100 килограммов она никогда не поднимала Сегодня один рекорд Установила 104 и идет 107 Да, по-прежнему очень легко взметнула на Нейю Кетчанке штангу над головой Небольшие трудности с тем, чтобы ее зафиксировать И для дебюта очень и очень даже неплохо 107 килограммов от печали мыть, что если с ней поработать В скором времени может она ввязаться в борьбу за медали Наталья Прищепа 108 килограммов Стой, стой, стой Ну что же, неплохо Вторая успешная попытка Натальи Прищепа И она продолжает борьбу Ответ Анны Нурмухамбетовой из Казахстана Те же 108 килограммов По всей видимости, Анна Нурмухамбетова легче, чем Наталья Прищепа Поэтому в случае успеха Она обойдет ее Так, ну что, кто у нас идет? Перезаявка Там две перезаявки, по всей видимости Нурмухамбетова вызывали Как можно было слышать Нурмухамбетова Нет, опять перезаявка Да, но она все-таки, наверное, должна заявить побольше Все-таки 115 килограммов в рывке Неоднократно показанное на международных стартах К чему-то обязывают Анна Нурмухамбетова В тяжелоатлетику перешла В возрасте 12 лет Из гимнастики Как это, ну, наверное, не странно Хотя, ну, по определенной информации Просто Перестал работать тренер по гимнастике И пришлось искать какую-то другую секцию Ну, вот, кроме тяжелоатлетики Ничего найти не удалось И... Уроженка в Кастанайской области В Казахстан Некоторое время воспитывалась в детском доме Потом переехала в К... В Кокшетау И, собственно говоря Началась работа в тяжелой атлетике именно там Личный тренер Шевченко Сергей Петрович Ух, как хорошо Да, 110 килограммов Есть у Анны Мухамбетовой И еще одна попытка Чтобы еще улучшить результат Колумбика Валойс Квеста Тоже заявила 110 Как и Наталья Прищепа Ну, первый выходит Колумбика В случае успеха Обойдет Колумбика Мухамбетову По собственному весу Справляется Валойс Квеста Закончила выступление На чемпионате мира По крайней мере в рывке 110 килограммов Первая строчка На второй пока Анна Мухамбетова У нее еще одна попытка И на третьем Наталья Прищепа Наталья Прищепа 2 килограмма Пока проигрывает И она идет на 111 Наталья Прищепа Чуть тяжелее, чем соперница Поэтому ей Нужно поднимать На 1 килограмм больше Ох, какая молодец Да, поборолась Поборолась Наталья Прищепа И взяла 111 килограммов И сразу 9 килограммов Прибавляет К своему европейскому Неплохому выступлению В этом году Где она взяла Медаль в этом упражнении И 111 Да, неплохо Пока лидеры готовятся Расскажу о Мировых рекордах Которые Стоят В таблице рекордов В этой весовой категории В рывке 135 килограммов С 2011 года Стоит рекорд Натальи Заболотной Из России Так же, как и 296 в сумме И в толчке 164 килограмма Спортсменка Из Северной Кореи Ким Ун Ю Она будет сегодня выступать Но чуть позже Сейчас Рим Йон Сим Олимпийская чемпионка Лондона Да, правда В более легкой весовой категории В 69 килограммов И бронзовый призер Азиады Прошедший Да, ну что ж Лидеры у нас Вступили в борьбу Вот именно С веса 115 килограммов Пошел Розыгрыш Медалей Анна Нурмухамбетова Имеет еще одну попытку И использует ее Для выхода На 115 килограммов К сожалению В случае успеха Будет она лишь За Кореянкой Потому что тяжелее Но Вес серьезный И равен ее Личному рекорду Хорошо Молодец Приятные впечатления Оставляет После Своих выступлений Анна Очень ровненько Очень аккуратненько И Под копирочку Все три подхода Так Китаянка у нас Не перезаявила В меньшую сторону Нет Пока 126 Пока Самая большая Заявка Так Вес штанги 120 Сразу Рекордсменка Мира В толчке Ким Ун Ю В рывке На чемпионате Азии Где она была первой Да 128 Ей покорились Сейчас стартует Со 120 килограммов Достаточно аккуратно Да Ну Насколько я понимаю Для нее задача Отработать ровно В рывке И Создать Какой-то Хороший Такой задел Для атаки Именно Соперниц Во втором упражнении Лидия Валентин Со 115 На 120 Заявочка Лидия Валентин Традиционно В этом упражнении Выглядит Лучше Чемпионка Европы Этого года Да Бронзовый призер Чемпионата мира Прошлого Была пятой На Олимпийских играх В Пекине Четвертой В Лондоне Выступает регулярно И Постоянно Результаты Показывает На хорошем уровне Показывает Показывает Все-таки На Европе 121 На миле 122 И начиная Сразу Со 120 Наверное Было достаточно Рискованно Но Были определенные Амбиции Скорее всего В Лиге Валентин Хотел Побороться Уж не за сумму Так за медаль В рывке Это точно Рим Йонг Сим Второй Выход на помост 120 килограммов Ух Как аккуратно Устанавливает Личный рекорд Олимпийская Чемпионка Лондона В более легкой Весовой категории Нигде ранее Такие килограммы Она не показывала Да Ну Украина Одинаковая Техника Прям вот Тяжело Отличить Одно Другое Вот Даже не по внешнему Виду А по степени Выполнения Рывка Так Лидия Валентин Важный подход Надо показывать Зачет Обязательно Молодец Да Молодец Собралась Лидия Валентин И Взяла 120 килограммов В первую очередь С волнением Пришлось справляться Лидия Я более чем уверен Что именно Эта причина Не взятие В первой попытке Проигрывает Проигрывает По собственному Весу Рим Йонг Син Которая Взяла Также 120 килограммов Лидия Валентин В тяжелоатлетических Да и не только Кругах Очень Известная И очень Популярная Девушка Есть у нее Большие фан-группы Да Ну Постоянно В Испании На телевидении Светится Так У нас Надежда Евстюхина Ничуть не менее Популярная Спортсменка И Огромное количество Поклонников Обладательница Огромного количества Титулов Двукратная Чемпионка Мира Двукратная Чемпионка Европы Призер Олимпийских Игр И Первый выход На помост 123 килограмма Сидим Держать Держать Не спеши Не спеши Чуть-чуть Торопится Ну Само Взятие Оставляет Надежда Да Ну Здесь Важно Очень Аккуратно Сейчас Идти Помним Мы Что Надежда Евстюхина У нас Являлась Обладательницей Мирового рекорда 163 килограмма В толчке Как раз таки Ее рекорд Держался До того момента Пока Вот эта девушка Нет Другая Кореянка Не побила его Это у нас Рим Йонг Сим Олимпийская чемпионка А побила Как раз таки Вторая Ким Йонг Да Продолжает Устанавливать Личные рекорды Олимпийская чемпионка В новой для себя Весовой категории И У нас Смена лидера Да Ну Корейцы Прям так Дружно Атакуют Просто вот Зажимают Зажимают И Надежду И Встюхину Ну и Китаянку Пока мы еще не видели Лидия Валентин Попытка выйти На первое место Сейчас она Третья 124 Она даже Нигде не пробовала Поднять эти килограммы Ух какая молодец Молодец Илья Валентин В отличной форме Подошла К этому Чемпионату Мира Усанавливает Свой личный Рекорд Надежда Надежда Ивстюхина Для второго подхода Столько же Сколько и Китаянка 126 И Кимун Ю Тоже Заявила Такие Килограммы Титаянка Выходит Первая Так как У нее Это Попытка Номер Один Рискну 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 Обозвать Вечно Вторая Конечно же Делаю это Я Глядя На статистику На всех Крупных Стартах На всех Крупных Соревнованиях Будь то Чемпионаты Мира Олимпиады Практически Везде Находится Показатель Равный Всегда Находится В тени Своих Соперниц И Иногда Товарищей По команде Именно Вот эта Девушка И казалось Мне что Очень Настроена Она сегодня На борьбу Но к сожалению В первой Своей попытке Она допускает Ошибку 126 Не покоряются Китаянки Ким Ум Ю Те же 126 Но уже Вторая Попытка Следом за ней Пойдет Евстюхина Да Корейцы Хорошо Готовы В этой Весовой Категории Ну Смотрите Да На 2 кг Меньше Чем Ее Личный Рекорд Надежда Успеха Гарантированно Попадет На пьедестал В этом Упражнении Ошибается Надежда Да Вот эта Ошибка Очень сильно Может осложнить Всю дальнейшую Борьбу Крайне плотные Результаты Демонстрируют Девушки И любая Ошибка Колоссально Осложняет Ситуацию Юэкан Будет пытаться Исправить То что У нее Не получилось В первом выходе Да То же самое Что у Надежды Пока На первой строчке У нас Спортсменка Северной Кореи Ким Ун Ю 129 Сразу Заявила Она Но будет Выпускать Вперед Соперниц Так Ну что ж Какая ситуация У нас складывается Надежда Евсюхина Пока четвертая И Надо поднимать Если есть Амбиции Побороться За медали Ну и В рывке И в сумме Китаянка На грани Баранки Ну сегодня Слава богу Неплохой Результат 126 Заставила Понервничать Конечно Да Поздравляем ее С медалью Там уже Сейчас все Во первых Режит Попытка Китаянки Ю Кан И Попытка Спортсменки Северной Кореи Пока Надежда У нас На первом месте Ну давно Надя не показывала Такие результаты В рывке На международных Соревнованиях Ах Китаянка берет Но не обходит Надежду Она Чуть-чуть Потяжелее Буквально На 110 Граммов И Вторая Но Она избежала Нулевой оценки А это значит Продолжить борьбу За медали Тренер Китайской команды Доволен Так И что у нас Спортсменки Из Северной Кореи Нужно идти на килограмм Больше На 127 Килограммов Она тяжелее Да Да Ну вот из этой тройки Самая легкая У нас Надежда И Стюхина Что Мне может не радовать Кимун Ю Конечно Сильна Сильна Сегодня Ну Остается только Пожелать Удачи Кимун Ю Да Ну она поднимала И больше килограмма На Чемпионате Азии Нет Ну что ж Поздравляем Надежду И Стюхину С золотом В рывке На этом Чемпионате мира Первое Золото У Женской команды Есть медали Тима Туриева Принесла Бронзу в рывке Бронзу в толчке И серебро По сумме Двух упражнений Ну и Надежда Естюхина Золото в рывке Уже есть Итоговая таблица После рывка 126 килограммов Первые три места Фантастическая плотность Результатов Смотрите Четвертая строчка 124 Лидия Валентин Всего лишь 2 килограмма Уступает всем На Пятом месте Рингинг Тим Из Северной Кореи 123 Ну и дальше Как я вам говорил Значительный отрыв Почти в 10 килограммов Ну что ж Друзья Спортсменки Отдыхают Отдохнем немного И мы с вами Ну что ж Друзья Мы снова На чемпионате мира В Казахстане Пока Девушки Готовятся Выполнять Второе упражнение Толчок Мы с вами Увидим Расписание Трансляций Предстоящих Еще В Казахстане Сегодня В 16.00 Мужчины До 105 килограммов Илья Ильин Давид Беджанян Руслан Нурудинов И другие Сегодня Напоминаю Не пропустите Прямую трансляцию И завтра В 11.00 по Москве Женщины Супертяжелая категория И в 14.00 по Москве Мужчины Супертяжие Сейчас мы увидим Попытки Лучшие попытки Девушек В рывке Итак Римун Ю Из Северной Кореи Обладательница Мирового рекорда В толчке В рывке Взяла 126 килограммов И оказалась Самой тяжелой Из всех трех участниц Которые финишировали Именно с этим результатом Близко к личному рекорду У Чемпионки Азии 2014 года Да Ну Вот эта цифра 164 килограмм В толчке Конечно Вызывает определенные опасения Перед Началом борьбы Как раз таки За золото Хороший показатель Китаянка Планировала Начинать больше всех Так она Как планировала И сделала Но вот Лишь с третьего раза Удалось взять 126 килограммов И вечно вторая Юэй Кан Вторая Вторая Оказалась Да Берет Северной Кимпионата мира Она Легче чем Кореянка Но тяжелее Нашей Надежды Евстюхиной Которая Начала Рывок С попытки На 123 килограмма Затем 126 Не совсем Получилось Но в третьем Подходе Вот именно В этом Она собралась Выложилась И завоевала Золото Чемпионата мира Смотрим Как это было Что ж Вы все видели 126 Первый результат Наталья Ширяева Для России Золотишко Золотишко Да Его очень не хватает Нашей команде Да В этом году Мы очень хорошо Чувствуем Отличия С прошлым годом Разницу Ощущаем Да Ну я думаю На трансляции Супертяжей Мы подведем Своеобразный итог Пройдемся По всем весовым категориям Вспомним Кто и как выступал Но пока Еще небольшой перерыв Перед толчком Возвращаемся В Казахстан На ваших экранах Таблица Спортсменок Которые уже Закончили выступление Бразильянка Жаклин Антонио Феррейра Пока На первой строчке С толчком 130 килограммов И у нас Начинаются Соревнования Уже В группе Сильнейших Группа А Первый Выходит на помост Спортсменка Из Франции В рывке Все три подхода Нею Китчанке Выполнила И установила Личный рекорд 107 килограммов В толчке Начинается С 125 5 Как долго она Выстаивала На груди И в итоге Результат 232 сумма И пока что Первая Да Сразу же Обходит Результат Бразильянки Так Давайте посмотрим Что у нас Заявили Для начальных Попыток Лидеры Надежда Евстюхина В толчке 155 килограммов Ю Кан Те же 155 И Ким Ун Ю Из Северной Кореи Тоже То есть Все Три спортсменки Стартуют С одинакового веса Преимущество Имеет Надежда Евстюхина Именно по весу Преимущество Но к сожалению По жеребьевке Она выше В таблице Стоит Все остальные То есть Вынуждена Будет Первой Выходить На помост И тем самым Соперницы Соперницы Смогут Дождаться Будет ли Удачная Попытка Или нет И если Надежда Справится В первом Подходе То они будут Атаковать Добавлять Один килограмм И сразу же Обходить Надю Ну Такая Непростая Ситуация Здесь очень важно Тактически Скажем так Выстроить борьбу Выстроить Да Тем временем Нурмухамбетова Анна Так незаметненько И бесшумненько Что Особенно Хотелось бы Отметить Встретили Трибуны В очередной раз Довольно скромно Свою Девушку Справилась С весом Сто двадцать пять Анна Да Ну В этом весе Казахстан Конечно же Жаждет Видеть Олимпийскую Чемпионку Светлану Подобедову Ее нам Кстати говоря Показывали В рывке Вместе Со своим Супругом Который Вчера Выступал Седов Владимир Пришли Поболеть Да Да Промелькнули Промелькнули Помним Ну вот Сегодня Светлана Подобедова В качестве Зрителя Выступает Челиньяу Справляется С теми же Сто двадцатью пятью И Обходит Всех Выходивших Ранее На помост Набирает Суму Двести Сорок Наталья Прищепа Ой Прошу прощения Напутал Двести Двадцать шесть Набирает Суму Чем Двадцать шесть Шла Пепчинсу Стрега Двести Сорок Как раз У Нурмухамбетовой Ровно Ох. Прищепа после рывка была седьмой. Все три попытки выполнила. Ну, в толчке сразу же с ошибки стартует Наталья. Ну, следует отметить, что стартует с веса 127 килограммов. Сразу лучшего достижения, которое... Пытается повторить лучшее достижение сразу же в первой попытке. Да, да. Ну, в рывке это удалось. Массаж. Не часто увидишь сразу тренера, делающего массаж. Хотя нет, как мы видим. Чистота подобного явления очень велика. Так, у нас две минуты у Натальи прищепы на отдых. И снова нужно будет выходить к весу 127 килограммов. Остальные девушки все заявили больше. Ну, прищепа, на самом деле, если справится, и даже если поднимет больше, она, по крайней мере, заявляет о себе, как о спортсменке, которая сможет претендовать на медали на Европейском чемпионате. Безусловно. Такой уже достаточно неплохой результат. Если из сегодняшнего протокола убрать азиатов, то, в общем-то, мы сразу видим сильнейших в Европе. Это Ведя Валентин, Надежда Ивсюхина. И вот, получается, у нас прищепа. Ну, и француженка, кстати говоря, тоже так неплохо сегодня смотрелась. Которая экс-камерунка. Вот такие вот цирковые практически номера. Да, но стоит долго, со штангой. Да, да, да. Около 10 секунд, я могу точно сказать, было в первой попытке. Лидия Валентина оставили ее за чертой призеров, хотя результат она показала хороший. 124 килограмма в рывке Лидия никогда не поднимала. Кстати говоря, Лидии 29 лет. И в таком уже возрасте не самым юным умудряется прибавлять. Так, ну что ж, еще две минуты у Натальи прищепы. Показывают нам разминичный зал. Кстати говоря, ну, очень интересно всегда посмотреть, кто из спортсменов, как готовится. Не всегда нам дают такую возможность. Но вот в Казахстане неоднократно мы наблюдали какие-то интересные моменты именно из-за разминки. Ну, Наталья Прищепа, решающий подход. Давай, давай. Держать, 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 держать. Молодец. Уходит от баранки. Наталья Прищепа отдает все свои последние силы. 238 килограммов и пока второе место проигрывает Анне Нурмухамбетовой. Анна Нурмухамбетова, 130. Заявка до второго подхода. Остальные девушки перезаявляют. На 131 на ее кетчанке из Франции. И так, Анна Нурмухамбетова. В случае успеха сумма 245 и по-прежнему она останется на первом месте. Просто с более весомым результатом. Молодец, продолжает свое удачное шествие без ошибок. Идет Анна. Да, четко работает. Ну, из лучших показателей можно отметить результат 142 у Анны. 2011 год, далекий. Тайпэй-Кан Чинлиньяо. Вау. Как-то испугало меня немного. Да, что там молниеносно просто ушла. Да. Даже не попыталась побороться с весом. Так, это у нас 130 килограммов. И, судя по всему, снова будет вызвана Чинлиньяо. Все остальные имеют большие заявки. Так, кореянки потихонечку-потихонечку уже включаются в работу. Хотя мы видим гриф пустой еще. Да, ну вот одна 95 килограммов, а вторая еще только-только-только общую разминку делает. Я думаю, как раз-таки мировая рекордсменка видит, что еще достаточно времени. И, может быть, даже планирует выйти самый последний сегодня. Ну, надеюсь, Надя Иштюхина внесет определенные коррективы в эти планы. Так, промежуточная таблица пока Бразилия. Бразилия на первом месте в отдельном упражнении в толчке. Но по сумме у нас уже, конечно, от бразильянки плюс 15 килограммов. Чилиньяо, третий выход. Ну, то же самое, хотя... С попыткой удержать. Да, чуть-чуть поближе. Не удается Тайпэю что-либо серьезное показать. Вот именно в этой весовой категории все-таки их веса были в предыдущие дни. На Юкетчанке, Франция, 131 килограмм. Тайпэю что-либо серьезное показать. Не успела подвернуть локти на Юкетчанке. Не успела подвернуть локти на Юкетчанке. Две минуты у француженки на то, чтобы отдохнуть. Потому что других участников на этот вес мы не наблюдаем. Колумбийка со 132. Валуэс Кэста будет начинать. Со 133 стартует Канадка. Нурмухамбетова 133. Ну а у нас 131 килограмм. Будет стоять. Будет движение имени Винселяда Бая. Вот она. Да, вы смотрите-ка. Улыбается. Хотя еще не зафиксировал штангу. Но уже улыбается. Понимает, что никуда она не денется. Физически крепкая девушка. Хорошее выступление. Пять удачных попыток из шести возможных. И личные рекорды в рывке и в толчке установлены. Пока сумма не самая большая. Не позволяет ей подняться на первое место. Ну и тем более, когда остальные выйдут на помост, опустятся пониже. Свои какие-то задачи Нейкетчанге сегодня выполнила. Валой из Куэста. Широченный хват. Традиционный. Практически с предела. Начинает Валой из Кэста. В Лондоне 135 килограммов покорялись. И это пока рекорд на международных соревнованиях. В этом упражнении сегодня со 132. И видим мы, что очень и очень тяжело вставала колумбийка. Мари-Ив Бишумин-Надо. Канада. Горьер! Реакция! На внутренних соревнованиях есть и 140. Но это были игры Содружества. Не внутренние, а получается... Не самый крупный старт. А, да. Были и 140 на чемпионате Канады. Да. Да. От июльских результатов далековато. Бишамин-Надо. Пока. В активе 0. Делают нам акцент на корейских девушках. Ну что ж, они достаточно в выгодном положении будут атаковать нашу чемпионку. Да, много пауз в этой весовой категории. Ну, каждый спортсмен решает какие-то свои задачи. Когда идет борьба вровень, конечно, таких пауз поменьше. Обычно подинамичнее все происходит. Ремешок можно и поменять уже, конечно. Да, то порвется в самый неподходящий момент. Как тяжелого. Как тяжелого. Да, ну здесь сложно что-либо сказать. Это явно предел. На сегодня, ну, может быть, плюс один килограмм. Еще как-то можно. Но не больше. Да, непонятно, почему такая высокая стартовая заявка. Либо это все-таки такие чрезмерные амбиции тренерские. Либо, может быть, связано было с предварительными заявками для попадания в группу сильнейших, в группу А. И просто меньше вес чисто технически невозможно заявить. Нурмухамбетова. Нурмухамбетова. Еще одна попыточка. Юэкан. Без эмоций. Как и в рывке. Колумбийка плюс 3 килограмма. Да, но это проглядывалось. Было тяжело. А бишамин на до 137 заявляет. Плюс 4 килограмма. Однако. В очередной раз подтверждение наших слов, что с груди у южноамериканцев работа поставлена очень хорошо. И у нас смена лидера 245. Может быть, наших некоторых ребят, девчат, отправить в Южную Америку. Немного подучиться. Как-то печально, что именно вторая фаза всегда подводит. Так, Анна Нурмухамбетова 135 килограммов. Заключительная попытка на этом чемпионате мира, на домашнем чемпионате мира. Молодец, все шесть попыток успешные. Да, поздравляем Анну. Свою задачу она выполнила. Я думаю, все, что планировалось, она сделала. Сумма 250 килограммов. Пока первое место. Ну и, скажем так, из группы тех, кто не претендует на медали, она пока первая. Мари-Ив Бюшамин-Надо. Помним мы предыдущую попытку на 133. Если справиться 137, нужно, наверное, отдельную медаль какую-то делать для канадки. Назвать ее за умение собраться в решающий момент. Потому что до этого, ну, все, крайне тяжело давалось. Попало в отдачу. Нет, я уже только хотел сказать кто-нибудь, дайте ей медаль. Да, наверное, не без оснований заявили этот вес. Чуть-чуть не хватило. Немного сыграли локти. И, возможно, поэтому перестала бороться Мари-Ив Бюшамин-Надо. Ну да, так бы удержала над головой. Сейчас мы в замедленном повторе видим сверхтяжелое вставание. И вот сейчас в груди. Да, вот, воткнулась. Заключительная попытка Валерс Кеста. Да, и после этого подхода у нас пятерка сильнейшая будет. Выходит, будут разыгрывать медали в толчке и в сумме. Испугалась, мне кажется. Ну что ж, из этой группы девушек самый сильный пока является Анна Мирмухамбетова. 250 килограммов сумма. И первое место. 140. Скорее всего, будет на штанге Лидия Валентин. В случае успеха сразу на 14 килограммов будет опережать Нурмухамбетову. Да, ну раз уж Лидия Валентин прибавляет в рывке, то мы вправе ожидать и хороших выступлений в толчке с личными рекордами. Из последних результатов 147 такой показатель у Лидии Валентин. Да, хорошо. Уверенно начинает соревнование в толчке Лидия Валентин. Очень похоже, что замахнется на личное достижение, на его улучшение Лидия Валентин. Следующий, ожидаемый выход спортсменки из Северной Кореи, Рим Юнг Сим, 147 килограммов. Но возможно, что Лидия Валентин ко второму походу прибавит 5 килограммов. А то и более. Ну, пока, получается, ей снова нужно выходить, потому что кореянка 147. Здесь вот либо сразу Лидии Валентин плюс 7 шагать, либо все-таки делать попытку еще одну на каком-то промежуточном весе. Итак, таблица результатов в толчке. Пока такая. Есть перезаявка. Видим мы, что тренеры у стола перезаявок как раз-таки находятся. И глядя в статистику, есть и такие 7-килограммовые прибавления результата в толчке. Сколько там было? Не посмотрел. Нет, не видел. 145, наверное, около того. У Нади на разминке легко. Так, здесь тоже 145, да. Женский гриф весит 15 килограммов. Замки по 2,5. Рим Йон Сим. И первая попытка. Да, Лидия Валентин получается, что на 7 килограммов прибавила. Олимпийская чемпионка Лондона справляется в первой попытке с весом 147 килограммов. Лучший результат на чемпионате Азии был показан 153 килограмма. Корейцы, я думаю, могут удивить в толчке. Лидия Валентин, 147 килограммов, в случае успеха обходит по собственному весу Рим Йон Ксим. Лидия Валентин, 147 килограммов, в случае успеха обходит по собственному весу Рим Йон Ксим. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Дрогнула, просто... Сама не понимает, как это произошло. Не должна была она этого делать, но вообще никак. Да. Ну что ж, испортила попытку Лидия Валентин. И будет снова подходить. Я думаю, теперь уже перезаявлять куда-то дальше смысла нет. 147, достаточно большой для Лидии Валентин вес. Именно он принес ей победу на чемпионате Европы 2014 года. И тогда это было, ну так, достаточно сенсационно. Обыграла Лидия Валентин нашу девушку. И тогда никто не ожидал, что такую сумму покажет спортсменка из Испании. Так, Надюша, 150. Уверена. Ну, вот эта попытка в разминичном зале внушает какой-то оптимизм перед толчком. Надя толкать умеет. Оксана Карпуненко была на чемпионате Европы. С серебряной призеркой. Да, ну, немножко в рывке, наверное, подстраховалась Оксана. Тогда можно было и больше килограмма показывать. В толчке, уже в борьбе, Лидия Валентин обошла. Впервые для себя Лидия Валентин завоевала такой громкий титул. Хотя попыток было много. Не давали ей. Большей частью нашей. На Европейском помосте, да. Все время наши девушки отнимали. Да, Россия доминирует. И если мне не изменяет память, то до вот этой победы испанки, там практически все время Россия. Россия на протяжении чуть ли не десяти лет. Но на Европейском помосте, да. Наша категория. Ну что ж, смотрим. Заключительная попытка. И все те же 147 и в случае успеха лучшая сумма. Держи. Ай-яй-яй. Да что ж такое? Опять нет. Да что ж такое. Лидия, что ты делаешь? Ну все было сделано. И так. Просто выключила плечи в самый последний момент. Да, ну. Надо что-то исправлять немного в этом алименте. Да, обидно. Да. С таким же успехом можно было и на 150 сходить. А, кстати говоря, 148 было на штанге. Зачем-то килограмм прибавили. Немного непонятное решение. Эти килограммы, в общем-то, ничего не давали. Ну, а на сей раз 151 уже. Так, китаянка не выдержала, немного сбавилась, как и Надежда Истюхина. А, почему-то 153. Сумма! Побалтывает на китаянку. Не все, скажем так, безупречно. Но, так или иначе, Юэкан набирает самую большую сумму на сегодня. И 277 лидер. Ну, у нас, по всей видимости, Надежда Истюхина. 153 килограмма. Ее заявка для первого подхода. Тактический рисунок для Надежды Истюхиной, в общем-то, прост. Ей достаточно повторять те килограммы, которые показывают соперницы на сегодня. Но, боюсь, что нужно здесь не так примитивно действовать и задавать темп. Да, ну, здесь достаточно сложно повторять, потому что Истюхина идет первой. И именно ей нужно заявлять какие-то веса. А соперники уже будут атаковать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это неожиданно. Увидели мы в разминке 150 безупречно и на помосте. Да, что-то, наверное... Может, не надо было 150 на разминке. Ну, или, может быть, надо было начинать 155. Бывает такое. Спортсмен настраивается на один вес, а потом раз резко меньше и расслабляется. Да, Истюхина потеряла попытку очень важную, первую. Ри Йонг-Сим 153. Это ее второй подход. Первый на 147 успешен, пока она на второй строчке за китаянкой. Повторяет личный рекорд Кореянка. Но это пока ей не позволяет возглавить таблицу в сумме. Подотстала в рывке эта девушка, конечно же, далековато. Да, ну а в толчке первое место пока. Да, мы видим, что всего лишь килограммчик проигрывает лучшему результату по сумме. Но есть еще попытка. Ну-ка встань, на, тянись хорошо. Стой. Держи стартовый урок. Надежда Истюхина. Вторая попытка. Смотрим. Нужно исправлять ошибки. Ой-я-я. Да что ж такое-то? Что происходит? Боюсь я, что дело здесь в каком-то психоэмоциональном состоянии, Надежда. Те 150 на разминке, это было просто без вопроса. Очень высоко вытаскивает, смотрим, заметный повтор и проваливается под штангу, Надежда выше, выше встречать. Как-то она в гриф, что ли, вцепляется и не может отцепиться от него. Я не понимаю в чем-то. Да, ну теперь у Надежды Истюхиной простая задача, ей нужно просто выполнить эту попытку и уже ждать, что будут показывать соперницы. И как минимум уйти от Баранки теперь уже, а какой-то дальнейшей борьбе речи не идет. И сохранить шансы на попадание в тройку. Да. Тут уже будет атаковать ее спортсменка из Северной Кореи, которая была пятой, у нее одна попытка остается. Да. Надо собраться, надо собраться сейчас, Надежде. Надо разозлиться, еще попробовать как-то. Тащи, Дождь, мощно тащи. И держать. Да, здесь без проблем. Вот почему, почему не в первый раз так сделать. Неужели нужно себя загонять в какие-то условия критические? Только тогда ты начинаешь соображать головой, что ты делаешь. Да, но Надежда уже проигрывает. Проигрывает она по сумме. Нет, по сумме первый результат. В толчке, значит, нам показали, просто промелькнула цифра 2. Да, 279. У Евстюхины и спортсменка из Северной Кореи штурмует вес на один килограмм больше. Действует тактически правильно. В случае успеха сразу же обходит. А на Евстюхину по сумме, ну и на первое место в толчке так же выходит Калиенко. Да, здесь без вопросов и сразу же обходят Надежду. Да, и ответить-то в общем-то нечем уже Евстюхиной, попыток нет. Попыток больше нет. Ну, мы будем наблюдать за заключительной попыткой Рин Йон Синь, которая наверняка же попытается обойти Надежду Юстюхиной. Она легче Надежды, поэтому ей нужно будет... Плюс 3. Плюс 3 килограмма, как раз те самые, которые были проиграны в рывке. И 156. А у нас идет борьба за золото. Юкан. Случай успеха 281. Ай-яй-яй, что такое, девушки? Насмотрелась на Лидию Валентин. Вы поднимаете или не поднимаете? Прихралывает, что-то беспокоит Юкан. У Юкан тоже в последний момент почему-то все выключилось, и вес не засчитан, конечно же. Ну, смотри, интересная ситуация. Юкан не стала обходить Надежду Евстюхину, хотя могла бы подойти 154 килограмма и, в общем-то, взять Сереброва. Сразу пошла борьба за золото. Ну, это может сыграть с ней такую злую шутку. Пока Надя у нас на второй строчке. Ну, здесь, в этом диапазоне, 4-х килограммовом, наверное, предпочтения отдаются, конечно же, золото. Согласен. И, кстати говоря, кореянка будет атаковать не только Евстюхину, но и китаянку тоже она подвинет. Так что у Надежды сейчас положение... Да, положение у Надежды Евстюхины непростое, как непростое, но и у китаянки. Две минуты у нас дается для отдыха. По-прежнему в правилах ничего не поменялось. Именно такой временной интервал. Ну, что-то, судя по состоянию... Да, отказались, не вышли. Ой, бедняга. Там серьезные проблемы. Так, ну что ж... Надежда Евстюхину 100% на подиуме у нас. Слава богу. Нет, ну, все-таки Надежда является мировым лидером, мировым лидером в тяжелой атлетике. И было бы странно, если бы... И на этом казахстанском форуме она не попала на пьедестал. Все-таки у нее мировые результаты очень и очень хорошие. Ну, Надя как-то в последние старты несколько нестабильно бывает. Возможно, приучил нас видеть всегда 5-6 удачных попыток. Хотя, конечно, надо работать. Олимпийская чемпионка Рим Йом Сим и 156. Да, попытка выйти. Та самая попытка обойти Надежду. Ну, не Надежду, а уже, получается, Китаянку и Надежду. И выйти на первое место в салчке. Ай-яй-яй. Нет. Ну, что же, дорогие друзья, у нас сегодня серебро, с чем мы вас и поздравляем. Да, да, бронза в салчке у Надежды Евсюхиной. Также, также медаль. Ну, а Рим Йом Сим остается на четвертой позиции вследствие неуспеха в этой попытке. Ким Ум Ю, вторая кореянка, у нас, получается, уже собрала у себя золото в салчке и золото в сумме. Да, и третья в рывке она была. А сейчас такая попытка просто набрать чуть большую сумму. Хотя, можно было бы и на мировой рекорд попробовать сходить. Будет еще одна возможность. Нет, о мировом рекорде, боюсь, что сегодня говорить не приходится. Да, ноги, как прилепленные, остались у нее, не выполнила прыжок. Да, ну, а мне вот о чем ты говоришь? Говоришь о том, что Наде не нужно было вообще никак ошибаться. Да, 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 можно было, можно было побороться за золото. Или все-таки следовать тактике первоначальной, идти 155, во что бы то ни стало. Подними 155, неизвестно, кореянка взяла бы 56. Пока мы видим, что ничего похожего. Теперь уже в любом случае это не имеет такого значения, да. Как сложилось, так сложилось. Заставляют тренера выходить уже чемпионку мира этого года, Ким Ун Йон. На все те же 157. Хотя, в принципе, не совсем обязательно это уже и делать. Да, справилась. Мы поздравляем спортспинку из Северной Кореи с новым для себя титулом. Мы поздравляем Надежду Истюхину с серебром чемпионата мира. Второе серебро в сумме в копилке сборной команды России. Плюс золото в рывке, бронза в толчке. Также мы поздравляем Юэй Кан. Девушку из Китая, которая разместилась по сумме двоеборья на третьей позиции сегодня. Да, немного раздосадованы мы, но как получилось, так получилось. Здесь надеемся, что удастся сделать определенные выводы и уже к следующему чемпионату мира подойти в лучшей форме. Результаты наших сегодняшних соревнований именно во втором упражнении в толчке перед вами. Две кореянки и Надежда на третьей позиции. Лидия Валентин пятая. И дальше по списку с большим отрывом идут остальные. Итоговая таблица перед вами. Ну что же, до свидания, до новых встреч. Всем пока. Алексей Везбородов, Иван Захаревич. Ну что же, немного рановато. Ну, перед нами анонс сегодняшней трансляции. Весовая категория 105. Очень жарко будет. С вами были Иван Захаревич, Алексей Везбородов, Кувшинов, Павел. Режиссер Трансляции. Всего доброго. До новых встреч, друзья. Субтитры подогнал «Симон»